МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие участники телеконкурса школьников, знатоков православной культуры! Я молитвенно желаю вам благословенных успехов перед началом этой встречи. Знайте, что эта встреча желаемая всеми нами, и по всем милости Господь да благословит ваши труды! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня мы приглашаем вас на 10-ю игру 4-го международного конкурса школьников, знатоков православной культуры «Зерно истины», который подготовили Сиферопольская Крымская епархия, Министерство образования Автономной Республики Крым, благотворительный фонд Святого Серафима Саровского, город Нижний Новгород Российская Федерация, государственная телерадиокомпания «Крым» и гостиничный комплекс «Викинг», Черноморский район, Автономная Республика Крым. И сейчас мы станем свидетелями интеллектуального состязания участников команды знатоков из Хмельницкой епархии. Давайте с ними познакомимся. Митрус Наталья, учащаяся 11-го класса, любит путешествовать, читать, увлекается рукоделием, астрономией и медициной. Хмельницкая Анна, восьмиклассница из города Красилово. Она ходит в театральный кружок, любит музыку, ее любимый композитор Сергей Рахманинов. Ирина Трембач учится в школе номер 5. Ирина активная участница рождественских вертепов. Олейник Стефания, восьмиклассница 17-го лицея города Хмельницкого. Она поет в церковном хоре при воскресной школе Свято-Покровского кафедрального собора. Увлекается чтением любимый писатель Артур Конан-Дойль. А в музыке Вольван Амадей Моцар. Дорох Анастасия учится в 9-м классе. В 6-й школе города Хмельницкого увлекается музыкой, театром и рисованием. Датюк Валерия, восьмиклассница 17-й школы города Хмельницкого. Занимается пением, играет на скрипке. И, наконец, мы встречаем капитана команды Тараса Майданевича. Он учащийся 11-го технологического многопрофильного лицея номер 4 из города Хмельницкого. Кроме того, и подзиакон высокопресвященнейшего митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского. Итак, все знатоки в сборе, телезрители, надеюсь, у экранов. Счет 0-0. Первый вопрос для своей команды выбирает Наталья Митрус. Вопрос номер 5. Встречаем выносной вопрос от Анастасии Жадан из поселка Молодежная Симферопольского района. Итак, у этого крымского растения очень много имен. Только русских названий несколько. И дикая маслина, и царьградская лоза, и царьградский верес, и серебряное дерево, и лоховина, и лоховник, верба масляничная, масляника, армянский и северный финин. Из его плодов люди издавна готовили муку. Ее добавляли в лепешки, пряники, булочки и супы. Использовались они и для приготовления разного рода кавказских и среднеазиатских блюд. Легкие, легко хранящиеся сухие плоды лоха по питательности приравниваются к финикам. Известный исследователь Крыма XIX века Кандараки писал, что в Крыму лох образует плод мучного сладкого вкуса, охотно употребляемый детьми в пищу. Из полосатых же косточек его в былые времена приготовляли очень красивый предмет для церковного обихода. Через одну минуту скажите, что же делали из плодов этого дерева? Что за предмет церковного обихода? Минута. Масло есть? Да, да. Ладон, приятный ладон. Нет, масло. Смотри, выжимали из этих косточек. Масло может и для приготовления, ну как помазанное масло. В церкви для помазания, но и домашнее тоже было распространено помазание. Я думаю, да. Ну там, если оливки, то оливковое масло может, да. А если так, то... Другие, я думаю, для себя. Дайте масло, сейчас. Берем масло, ну, в начале время. Валерия оказала. Ладон. Ладон. Не может быть? Нет, ладон, конечно. Я думаю, мукует. Я думаю, мука. Ну как, мукует. А, не такое. Можно ли мукует. Итак, слушаем вас, капитан Капанды. Отвечает Квилинская Анна. Мы подумали, что это может быть масло, так как это растение из рода оливковых, есть оливковое масло. И также вот из этих плодов можно выжать масло. Оно может использоваться и в богослужении, и в домашних целях. Наш ответ – масло. Подходит к слову масло слово предмет. Я бы использовал, например, другое слово. Ну, какое? Жидкость. Жидкость, вещество, да? Но не предмет церковного обихода. А посмотрите на плоды. Они вам ничего не напоминают. Какие кругленькие. А если взять иголочку? Бусы. Бусы. Это церковный предмет. Четки. Четки. Ну, мне кажется, бусы похожи на четки. Но четки все-таки это действительно предмет церковного обихода. Четки изготовляли из него в Крыму и на Востоке, и в Азии. К сожалению, к сожалению, вам не удалось знать правильный ответ. Но вы старались. За старания спаси Господи. А я объявляю счет 1-0. Пока в пользу телезрителей. И чтобы немного вас утешить, предлагаю песню о России. Музыкальные фрагменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нарядно, как бабочка летом Значение пустого слова Устахи полный приветом Спасибо! А я вот в детстве первое стихотворение, которое вообще выучил Это было стихотворение Тоши Лермонтова Только немножко другое Вы, наверное, тоже его знаете Продолжите вслед за мной Скажи-ка, дядя! Недаром Москва, спаленная пожаром Французу адана Ведь были ж схватки боевые Да говорят еще какие Недаром помнит вся Россия Про день Бородина Итак, внимание, вопрос Его любят многие И даже космонавты берут его с собой в полет Какое отношение это имеет в православной культуре? Сейчас узнаете Существует несколько версий его происхождения Первая связывает его имя с полем сражения русской армии 19 века Вторая с именем его создателя Но самая распространенная версия связывает его С именем вдовы генерала Тучкова Маргариты Михайловны Впоследствии игумени Марии А еще точнее с именем монастыря Основанного ею у места гибели его мужа В этом монастыре, ну, кстати, не только в нем Это производит и по сей день Что это? Что это? Поле сражения Название монастыря Нет, не название монастыря Ну, понятно Связано с названием Связано с именем вдовы Именем вдовы и названием монастыря Это какой-то символ Может, какая-то святыня Икона Икона какая-то? Ну, какая тут икона? Поле сражения Нет, мне кажется, что икона Это такая икона А, когда это такая икона? Она же Богородица А может, это икона воина Дмитрия Солунского? Может, это Георгий Победоносец А что это Георгий Победоносец? Потому что Дмитрий Солунский это был воин А Георгий Победоносец Это он тоже воин Итак, согласно правилам нашего телеклуба, сразу после звукового сигнала, точнее после его окончания, обсуждение прекращается. Капитан команды Тарас Майданевич, кто ответит на этот вопрос? Отвечает Валерия Датюк. Мы посовещались и решили, что это была икона. Вообще, варианта два, или Дмитрия Солунского, или Георгия Победоносца, но мы все-таки склоняемся к варианту, что это была икона Георгия Победоносца. Я понял вашу версию. После сражения Маргарита Михайловна Тучкова отправилась на поле битвы искать тело мужа, генерала Александра Тучкова, но так и не нашла его. Вдова приняла решение построить на месте его гибели храм, а затем и монастырь, где по принятию пострига в мансию с именем Марии она стала его игуменей. Поле это называлось Бородинский, где в 1812 году произошло знаменитое Бородинское сражение. А монастырь, который ее основал, делает это и очень хорошо. И не только этот монастырь. Вы наверняка многие это видели и держали в руках. Давайте откроем загадочный ларец, чтобы увидеть, что же там появилось из этого монастыря. И так появилось, что на всю нашу страну перешло. Мы увидели что? Какой? Бородинский. Конечно же, Бородинский хлеб появился из этой обители святой. Пожалуй, и все. Кстати, этот вкусный Бородинский хлеб еще называют Спаса Бородинским по имени обители, где он производится. Что же, интересный был вопрос. Этот хлеб вы на память возьмете собой. Настоящий Бородинский хлеб. А я объявляю, напоминаю счет 2-0 и объявляю третий вопрос, который имеет право выбрать сейчас для своей команды Ирина Треббач. Вопрос номер 37. Этот вопрос задает Николай Зубкович из села Русанев. Вопрос короткий. Вы, кстати, загадки любите? Ну да. Да. И я люблю. Тогда отгадайте одну из них, которую загадал нам Николай. Летели три ворона, кричали в три голоса. Один кричит «Я Петр», другой кричит «Я Филипп», а третий кричит «Я Сам Велик». Минута. Что там? Три. Три, три, три. Троица. Троица. Ну да, Троица. Ну что, здесь не сядут, а они кричат. Петр, Филипп. Может, что-то сопоставлено? Ну, сопоставлено Петр, Филипп и Сам Велик. Петр и Филипп это у нас. Три ворона в три голоса, то есть каждый... Что-то спорю. Что-то спорю. Да, спорят. Да. Может, это Петр Первый? Может, это православие, мусульманство и иудаизм. Может быть, да. Один по-своему, другой по-своему, третий по-своему. Да, да. Я думаю, что это Петр Первый. То есть иудеи, они возносят себя выше всех. Поэтому они же считают, что они самые лучшие, что они пошли из Троица. Итак, время истекло. Капитан команды Тарас Майданевич, кто ответит? Отвечу я. Мы посовещались и решили, что это три всемирных религии. Это православие, иудаизм и мусульманство. Так как иудаизм говорит, что народ считает себя возвышенным над другими народами, как он избранный народ. А мусульманство и православие, они более сдержанные, но эти религии, они самые больше распространены в мире. Так, понятно. Очень оригинальная версия. Есть такое время, когда христиане особенно стараются молиться, особенно усердно смотрят за своим поведением, быть чаще в храме, чаще исповедоваться, не грешить, стараться воздержаться от всего лишнего, тем более дурного и греховного. Не догадались, нет? Посты. Конечно, посты. Вот какие посты тут у нас имена? Петровские. Петровские, то есть Петропавловский, да? Филипповский, да? Филипповый, это рождественский пост. И сам Великий, это что, какой? Великий пост. Хороший вопрос, да? Красивые, изящные, короткие, ну, не получилось. Не расстраивайтесь. У вас еще многое впереди. Пока 3-0 в пользу телезрителей. Четвертый вопрос для своей команды. Сейчас выберет Стефания Олейник. Вопрос номер 31. Это телевопрос от Филиппа Трегубова из города Симферополя. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Филипп, я из города Симферополя. Она является злейшим врагом человечества. Она непреклонна ни перед тем, несмотря ни на возраст, ни на богатство, ни на одежды. Но однажды она была попрана. Назовите ее. Она непреклонна, но она смертна. Она однажды попрана, когда Господь упустил за землю, за ровную распяльную. Бери, досрочно. Мы берем ответ. Досрочно. Досрочно. Итак, мы слушаем вашу версию ответа. Мы посовещались и решили, что это смерть, так как однажды она была победена Господом, когда Его распяли на Христе, и Он спустился в ад. И воскресли смертных. Давайте посмотрим на экран и узнаем, что же это было на самом деле. Внимание, правильный ответ. Это смерть. Ну что, я вас поздравляю с первой победой над телезрителями. 3-1. И пятый вопрос для своей команды выбирает Дорох Анастасия. Анастасия. Вопрос номер 36. Это вопрос из серии «Один за всех и все за одного». Сейчас вам нужно будет решить, кто останется. Остаюсь я, капитан команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Максим Гараев из Феодосии прислал свой короткий вопрос. С каким новозаветным событием связано моление о хлебах на литии? 20 секунд. Во время литии читается молитва. Это связано с событием, когда Господь пятью хлебами насытил множество людей. А ведь чувствуется, что все-таки и подзяка, ну, Владыки, правда? Давайте поклопаем. Поддержим, поддержим. Так, еще два коротких вопроса. Ну, дай Бог, чтобы так же ты ответил на них правильно. Так, читаем. Так церковная традиция называет человека, который открыто объявил себя христианином в годы гонений и засвидетельствовал свою веру, святостью и совершенством всей своей жизни, хотя и умер своей смертью. 20 секунд. Это был Иоанн Богослов, который прожил самую долгую жизнь из апостола и умер своей смертью в заключении на острове. Так, ну, вот там не спрашивалось вообще о… Я не говорю, кстати, пока, правильно или неправильно, потому что мы сейчас это выясним. Там не спрашивалось в этом вопросе конкретно назвать имя святого. То есть вообще чин святых, которые засвидетельствовали верность Христу своей жизнью, праведной жизнью, и умерли, но умерли своей смертью. Вот если ты назовёшь этот чин святых? Это архиерии, владыки, архиерии, это же так. Апостолы умерли на Христе множество, то есть на своей смертью. Вот те, которые пострадали и были убиты, они как называются? Мученики. А те, кто умерли своей смертью, но своей жизнью показали подвиг в насилии Христа. Да. Ну что же, я прочитаю правильный ответ. Так называют исповедника. Исповедника. Исповедника за правильное исповедание своей веры. Ну, ты старался, ты почти ответил на два вопроса, скажем так. Но, к сожалению, правило-то вы, что вопрос считается защитным тогда, когда на три коротких вопроса, но на три правильных ответа. Поддержите, пожалуйста, свою правильность. Напоминаю счет. 4-1. Пользователи, зрители. Шестой вопрос для своей команды. Выберет Валерия Датюк. Вопрос номер 13. Еще раз телевизионный вопрос. И самое удивительное, что от того же автора, которого вы только что видели. Итак, внимание на экран. Здравствуйте. Меня зовут Филипп. Я из города Симферополь. Он. Это вторая часть трилогии Льва Николаевича Толстого. Он. Это православный молодежный журнал. В Библии о нем говорится. Старшим его можно узнать по занятиям. И его нельзя оставлять в неближении. Иначе он сделает стыд своей матери. И горе той земле, где он является царем. Внимание, вопрос. Кто он? Минута для обсуждения началась. Кто может? Есть предложение? Кто может? Фома. Фома неверующий. Он это имя. Вот что вы в статье были. Из журналы Отрак. Из Отрак. Ну, из Отрака. Ну, из... Ну, просто... Я вот думаю, старшему сыну перекрутило все наследство просто. Ну, да. Из... Из... Ну, из... Ну, от отца. Ну, от Отрака. Ну, Фома. Фома и журнал. Но, со второй стороны, ну, Фома, ну, какое наследство. И почему он опозорил в том, что... Сказано. То есть, что он опозорил то тем, что он просто не... Ну, усомнился в Господе, в Господе воскресенье. Ну, хотя бы. Ах, как все быстро в этой жизни, правда? Да. И минута обсуждения, и лето быстро заканчивается, и взрослеем мы быстро. Все быстро. Поэтому нужно успеть многое для спасения своей души. Итак, капитан команды, Тарас Майданевич, кто ответит? Ответит Клинская, Анна. Мы думаем, что это Фома, потому что знаем, что есть такой современный журнал. Тогда давайте включим экран и узнаем, правильно или нет, вы ответите. Внимание, правильный ответ. Горе тебе земля, когда царь твой отрок. Конечно же, отрок, царь отрок, это горе. Но журнал отрок, это очень интересный журнал. Это был шестой вопрос. Счет 5-1, и у вас остается еще один шанс на ответ. Завершает выбор вопросов для своей команды при помощи нашего компьютера Тарас Майданевич, капитан команды. Вопрос номер 17. Это вопрос на заданную тему. Его приготовили знатожи православной культуры из города Сумы. Внимание на сцену. Да, привет. Есть внимание. Что? Хотел пригласить? В воскресенье в храм сходить? Дай подумать. Может быть. Сто процентов я не знаю, но, скорее всего, пойду. Я сейчас рушусь с друзьями и тебе перезвоню. Ну, Тареш, да он тебя заманить старается. В церковь будешь сам ходить. Нас это не касается. Тебе вообще, что ли, делать нечего? Скоро сам выживаю всем о вечности. Да, алло. Привет, привет. В церковь? Я не против. Ел особых вроде нет. В принципе, свободен. Значит, едем. Решено. Только где? Когда? В 9.30 метро. Буду. Жди. Пока. Да, алло. А, это ты? Церковь воскресенье. Знаешь, столько суеты. Там ко мне клиент один приезжает вечером. На утром в магазин. Дома кушать совсем нечего. Надо в баню. И вообще. Знаешь, дел так много. Все успеть бы на земле. Тут уж не до Бога. В понедельник. Ой, привет. Прости меня. Так уж получилось. В воскресенье вот беда. Все как навалилось. Я ступил уже за порог. Вижу, нет ключей. И пока искал, мой кот выбежал за дверь. Я за ним. Пока поймал. Вижу, дождь пошел. И пока я зонтик брал, мой трамвай ушел. Ну, в общем, я решил. Раз так получилось. Девочки, мне не ловко, извини. Может, не судьба. Наконец-то. Как я рад. Ты меня узнал? Ты меня шесть лет назад в церковь приглашал. Я тогда сказал, что Бога не поверю никогда. А теперь меня зарубил. Прямо к церкви привело. Если все ли приглашения. Правда? Ждешь меня еще? Тогда в это воскресенье в 9.30 у метро. Спасибо. Правда, интересная постановка такая, да? Неожиданная, стихотворная. А вот через минуту скажите, о чем она была? Ты, когда вы приглашали до себя? Не осетили. Когда вы приглашали до себя? Званы на ужин. Званы на ужин. Те, как называете? Званых на ужин? Да. Ну, а осетили не может быть. Ну, просто начинается осетили. Началка осетили. Началка осетили, а конец, как званых на ужин. Просто званых на ужин только один отказывается. Остальные просто не пришли, даже отказались. Все отказались. Когда зван их на ужин, то один просто все отказались, но один просто поздно, но он сам пришел. Отвечает Ирина Трембач. Мы посовещались и решили, что это притча «Званый на ужин». Я хотел бы спросить сейчас у команды, которая готовила нам эту небольшую инсценировку из города Сумы. Что вы показывали? Мы показывали притчу о сеятеле, который сеял семена на разные земли, и в конце он посеял семена на добрую землю, и они взошли и дали результат. Вы знаете, хоть они показывали одно, а вы ответили другое, но смысл, смысл, все-таки можно было в этой истории. А ведь для нас, собственно говоря, самое главное, не просто зазубрить даже прекрасные тексты Евангелия, а понять их. И что еще важно не просто понять, а видеть эту вечную истину евангельскую в нашей жизни, находить ее. Для этого это Христос и благорестовал нам, чтобы мы это сегодня, не потом, завтра, а уже сегодня и сейчас использовали в своей жизни, чтобы мы жизнь свою сверяли по Евангелию, как по компасу. Поэтому мне кажется, что и ваша версия ответа, она тоже видна вот в этой истории. Вы видите, как много в нашей жизни бывает евангельских тем, даже не ограничишься одной. Я засчитываю вам ответ как правильный и поздравляю с победой на этот вопрос. Мы завершаем нашу передачу, завершаем нашу встречу с командой знатоков православной культуры из Хмельницкой епархии. Благодарим вас, дорогие друзья, за интересную и содержательную игру. Ангела-хранителя всем вам. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова